МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урсула фон дер Ляйен переизбрана главой Еврокомиссии. Второй срок Европолитик начнет с новой программой, где главные приоритеты – это оборона Европы и поддержка Украины. Мы должны предоставить Украине все необходимое, чтобы противостоять и победить. Российские войска усилили штурмы сразу на нескольких направлениях, но силы обороны Украины удерживают линию фронта, где самые горячие точки передовой рассказали в генштабе ВСУ. Великобритания усиливает борьбу с теневым флотом России. Лондон расширил санкции против танкеров, которые перевозят российскую нефть, под флагами других государств. Президент Украины на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании встретился с премьер-министром Испании. Владимир Зеленский поблагодарил Педро Санчеса за неизменную поддержку Украины и обсудил график последующих оборонных поставок. Напомню, в начале недели Мадрид объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи, куда вошли танки «Леопард» и противотанковые ракеты. Также на саммите Великобритании Украина подписала соглашение о безопасности с Чехией и Словенией. Заручился Киев поддержкой и других стран. Например, премьер-министр Соединенного Королевства Кирстармер заявил, что Украина защищает весь европейский континент и Лондон будет поддерживать украинское государство столько, сколько потребуется. Президент Зеленский был рад такой позиции, но все же попросил активизироваться и других союзников, а также призвал снять ограничения на использование западного вооружения. Подробности визита президента Украины в Великобританию и детали политического саммита в материале Никиты Скобликова. 18 июля для участия в саммите Европейского политического сообщества в Великобританию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Цель визита – проведение двухсторонних переговоров с лидерами европейских государств. На открытие заседания Владимир Зеленский подчеркнул важность целостности Европы и озвучил стратегию победы над режимом Путина. Чем эффективнее будет наша противовоздушная оборона, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений на применение эффективного оружия, тем больше Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами против наших городов, наших людей, наших детей и стартовые площадки российских ракет. Все это должно быть уничтожено. Это не только устранит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются носителями государственного суверенитета, поэтому необходимо собрать коллективную волю, чтобы сбить их. Во время заседания президент Украины сидел в центре круглого стола, что, по мнению аналитиков, указывает на то, что центральной темой встречи стала Украина и ее поддержка. Этот тезис подтвердили своими высказываниями европейские лидеры. Поскольку угроза со стороны России распространяется по всей Европе, многие из нас были свидетелями нападений на нашу собственную демократию, люди становятся мишенями на наших улицах, военные самолеты входят в наше воздушное пространство, корабли патрулируют наши берега, а в Молдове и на Западных Балканах угроза, очевидно, является еще более острой. Это подводит нас к очень решающему моменту для Европы. Поддержка Украины против агрессивной войны России – это наша коллективная безопасность и ценности. Это вызов нашего времени. Мы уже два с половиной года говорим, что не можем позволить Украине проиграть. Я думаю, что мы должны открыто говорить о фактах. Чтобы Украина не проиграла, она должна выиграть эту войну. На полях саммита Украина подписала соглашение по безопасности с Чехией и Словенией. Обе страны обязались удовлетворять неотложные потребности Украины для укрепления обороны. В частности, чешская и украинская стороны усилят промышленные мощности по производству боеприпасов на своих территориях и создадут совместные предприятия. Каждой отдельной страной еще проговариваются отдельные пункты. Например, взаимодействие в плане оборонительных инициатив, создание совместного ВПК с большим процентом концентрации в Украине и иметь соответствующие разработки совместного ВПК с Украиной, это, так скажем, выгодно и в политическом, и экономическом, и в сфере, собственно говоря, безопасности. Всего на саммит Европейского политического сообщества приехали лидеры 47 стран. Среди них как представители стран Евросоюза, так и главы государств, не входящих в ЕС. Напомню, Европейское политическое сообщество – это платформа для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Оно было основано в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Основная задача сообщества – объединять страны на европейском континенте. Подводя первые итоги саммита Европейского политического сообщества, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, европейская безопасность начинается в Украине. Мы обсудили наше обязательство поддерживать Украину. Очень важное обязательство, включая поддержку энергетических потребностей Украины в преддверии зимы, а также принятие жестких мер в отношении танкеров, которые помогают России уклоняться от санкций. Надо понимать, что Украина борется не только за себя, но и за европейский народ, за свободу, демократию и верховенство закона. Поэтому наша безопасность начинается в Украине. Поэтому мы в очередной раз заверили президента Зеленского, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Дания присоединилась к бойкоту заседаний министров ЕС во время председательства Венгрии. Как сообщил глава датского МИДа Ларс Лёкки Расмусен, таким образом Копенгаген выражает свой протест против недавних визитов венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Москву и Пекин. Напомню ранее, об аналогичном решении объявили Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. А депутаты Европарламента призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС после встречи Орбана с российским диктатором Путиным. Урсулу фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии. Ее назначение поддержало большинство депутатов Европарламента. 401. О том, с какой программой фон дер Ляйен начинает свою вторую каденцию, расскажет корреспондент Фридом в Европе Виталий Сизов. Урсула фон дер Ляйен повторно была избрана президентом Европейской комиссии. Одной из главных тем ее предвыборной программы и речи, с которой она выступила перед Европейским парламентом, была помощь Украине как элемент европейской системы безопасности. Мы должны предоставить Украине все необходимое, чтобы противостоять и победить. Это подразумевает принятие фундаментального выбора для нашего будущего. Впервые за десятилетия наша свобода находится под угрозой. Мы обязаны сделать все необходимое для защиты наших европейских граждан. Защита Европы – долг Европы. Поэтому я считаю, что сейчас настало время построить настоящий европейский оборонительный союз. Урсула фон дер Ляйен, следом за парламентом, который принял соответствующую резолюцию вчера, осудила визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву, назвав его не миссией мира, а попыткой умиротворения агрессора, причем неудачной. Всего два дня спустя самолеты Путина нацелили свои ракеты на детскую больницу и родильное отделение в Киеве. Мы все видели фото детей, залитых кровью, и матерей, пытающихся вывести маленьких больных раком пациентов в безопасное место. Этот обстрел не был ошибкой. Это было послание, пугающее послание Кремля всем нам. Итак, уважаемые депутаты, наш ответ должен быть столь же ясным. Никто не хочет мира больше, чем народ Украины. Справедливый и прочный мир для свободной и независимой страны. И Европа будет стоять с Украиной столько, сколько потребуется. В следующие пять лет президент Еврокомиссии будет работать над созданием единого оборонного рынка, запуском новых совместных оборонных программ и активизацией существующих, таких как совместная система противовоздушной обороны. В программе Урсулы фан дер Ляйен есть пункт и по созданию должности Еврокомиссара по делам обороны. Сейчас эту сферу курирует внешнеполитическая служба Европейского Союза. Большее внимание будет уделяться и контролю над границами. Численность сотрудников агентства, занимающегося контролем границ, будет увеличена втрое до 30 тысяч. Курс на расширение Европейского Союза, а значит и на интеграцию Украины в ЕС, сохранится. Президент четко обозначил свои приоритеты для Европейского Союза на ближайшие пять лет. И теперь пришло время приступить к работе над превращением этих приоритетов в реальность для всех европейцев. Вчера новый состав Европарламента принял резолюцию в поддержку Украины, подтвердив все обязательства, взятые ранее. Сегодня парламент переизбрал президента Еврокомиссии, системно поддерживающего Украину. Политика Европейского Союза в отношении Украины остается стабильной вне зависимости от результатов выборов. Виталий Сизов, Руслан Кузьгов из Страсбурга для телеканала Freedom. Бундесвер модернизирует авиабазу в городе Бюхель. Там будут размещены современные американские самолеты-невидимки F-35, сообщил министр обороны Германии во время визита на военный объект. Новейшие истребители будут доступны в 2027 году и заменят устаревшие торнадо. Мы должны сделать это место пригодным для размещения F-35 с беспрецедентной скоростью. И это означает не просто модернизацию Бюхеля как авиабазы в соответствии со стандартами НАТО. Было принято решение о строительстве новой взлетно-посадочной полосы. Мы движемся чрезвычайно быстро и пока полностью выполняем график. Италия отправила в Австралию авианосец для участия в военных учениях «Кромешная тьма». Эти тренировки станут крупнейшими за все время их проведения, сообщает Рейтер. В маневрах будут задействованы военно-воздушные силы 20 стран мира, в том числе США, Великобритании, Японии и Филиппин, которые уже перебросили 140 самолетов и 4,5 тысячи военнослужащих на различные базы в Австралии. Учения продлятся до начала августа. Российские войска ударили двумя ракетами по Мирнограду Донецкой области. В результате обстрела три человека получили ранения. Как отметили местные власти, также повреждены три административные здания, две жилые двухэтажки и промышленное помещение. Снова под обстрелом Херсон российские войска продолжают бить пожилым кварталом города. Сегодня пострадали три человека. Среди них 16-летняя девушка. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также разрушены жилые многоэтажки. В них вылетели окна и разбиты стены. Кроме этого поврежден газопровод. Германия приняла на лечение тяжело больных детей из Украины. Об этом сообщило немецкое министерство внутренних дел. Там отметили, что большинство малышей – онкобольные из медцентра «Ахмадед», разрушенного во время обстрела российскими военными. Как отметила глава МВД Германии Нэнси Фезер, ракетная атака РФ детской клиники в Киеве еще раз показал непостижимую бесчеловечность, с которой Путин ведет свою агрессивную войну против Украины. Российская армия продолжает наращивать темпы наступления на Покровском и Кураховском направлениях. По данным Генерального штаба ВСУ, там происходит более трети всех боев. Сначала вдоль линии фронта зафиксировано 73 штурма россиян. Силы обороны Украины сдерживают натиск противника. Подробнее об этом смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. По данным Генерального штаба ВСУ, на фронте противник продолжает активные действия на всех направлениях. По-прежнему сложная ситуация на Покровском, Кураховском, Торецком и Харьковском направлениях. Как отмечают в Генштабе ВСУ, украинские воины даже в чрезвычайно сложных условиях своими профессиональными действиями продолжают наносить российским оккупантам невосполнимые потери. Украинские военные опубликовали видео эпичного разгрома россиян в районе Курахова на Донецком направлении. Там оккупанты отправили на штурм три новейших Т-72, два БТРа с десантом и даже группу мотоциклистов. Очевидно, рассчитывали на серьезный успех. Вместо этого были просто ликвидированы. Покровско-Кураховское направление достаточно напряженное. Постоянно идут штурмы. Интенсивность штурмов за последнюю неделю увеличилась в несколько раз. Но россияне только сгруппировались, а мы их уже обнаружили и рассеяли по полю боя. Это говорит о мастерстве. На нашем направлении противник иногда очень осторожно выводит технику, но напрямую работу с техникой он не выходит. Приходится находить его в тылах, работать более изобретательно. Успехи мы видим по результатам. Фронт держится. Сергей Цихоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гонзюка. В эфире марафона Едыни Новыйне. Украинские десантники отразили штурм российских оккупантов на Авдеевском направлении. Противник пытался атаковать пехотой на транспортерах-тягачах с десантом на борту. Украинские воины рассказали, что до позиции ВСУ россияне так и не доехали. Их заметила аэроразведка, а операторы ФПВ-дронов уничтожили российскую технику вместе со штурмовыми отрядами. Во время дежурства был обнаружен БТР противника, который пытался штурмовать наши позиции. Он заехал в воронку от КАБа, и мы поразили его двумя аккумулятивными зарядами, попали в заднюю часть. Но, в принципе, ему и этого хватило. Он сгорел. Кроме этого, украинские десантники уничтожили танк «Сарай» россиян в районе Новомихайловки Донецкой области. Так называемый «панцерник» противника и его экипаж были остановлены и уничтожены. Как рассказали украинские воины, пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Еще 1130 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом также сообщает Генштаб ВСУ. Кроме этого, украинские военные уничтожили еще 7 российских танков, 12 боевых бронемашин, 54 артиллерийские системы и 50 беспилотников. А еще сожгли сотню автомобильной и другой техники противника. Бойцы Легиона «Свобода России» уничтожили российскую военную технику на аэродроме в Приморском крае РФ. Соответствующее видео добровольцы опубликовали в соцсетях. В Легионе отметили, что диверсионная спецоперация проведена на территории военного аэродрома Большое Савино, всего в 20 километрах от Перми. Великобритания расширила санкции против России за полномасштабной войны против Украины. Как сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства, Лондон усиливает борьбу с теневым флотом РФ. Под ограничение попали 11 танкеров, которые перевозят нефть и ее производные из России в третьи страны. Ранее эти суда транспортировали российское топливо, используя флаги Панамы, Габона и островов Кука, что помогало Москве обходить санкции на экспорт нефти. Эстония запретила въезд на территорию страны автомобилям с белорусскими номерами. Аналогичное решение ранее приняли Литва и Латвия. Как заявили в Эстонском министерстве иностранных дел, этот запрет касается всех транспортных средств с белорусскими номерными знаками, независимо от причин нахождения владельца или водителя в Эстонии или на территории Европейского Союза. Исключения могут сделать только в особенных случаях, например, для гуманитарных или дипломатических миссий. Литва призывает Европейский Союз ускорить отказ от российского сжиженного природного газа. Особенно после того, как в мае Европа впервые за последние два года импортировала больше голубого топлива из РФ, чем из США. На неформальном заседании Совета ЕС по вопросам энергетики Литва и 12 других стран Евросоюза призвали ускорить поиск конкретных путей отказа от импорта российского ресурса и попросили Еврокомиссию разработать общий план действий. Мы должны мобилизовать наши усилия и искать меры для дальнейшей диверсификации энергоснабжения и скорейшего отказа от импорта российского сжиженного природного газа. За последние два года мы достигли значительных результатов в сокращении использования ископаемого топлива, а также существенного прогресса в развитии возобновляемой энергетики. Инга Жилиене, заместитель министра энергетики Литвы. Один из крупнейших российских проектов по добыче природного газа «Арктик СПГ-2» вчетверо сократил производство. Агентство Рейд, рассылаясь на свои источники, сообщает, что такой спад возник из-за санкций США, которые привели к оттоку инвесторов из ряда российских СПГ-проектов. Ситуацию на рынке газа изучили наши журналисты. Нефтегазовая отрасль для Кремля традиционно являлась бюджетообразующей. В 2023-м продажа энергоресурсов принесла российской казне треть доходов. Но после отказа европейских стран от российского газа и нежелания Китая наращивать экспорт горючего из России, монопольный гигант «Газпром» понес сумасшедшие убытки. Для компенсации потерь компании российские власти рекордно за последние 11 лет подняли тарифы для внутреннего рынка на более чем 11%. Как утверждают эксперты, «Газпром» сейчас старается расширить свое производство, но выйти на прежние заработки у нее не выйдет. «Теряются специалисты, теряются школы, институты, Губкина и так далее, так далее, так далее. Это 20% для федерального бюджета всегда было, но для многих региональных городов это было 100% бюджет. Вот сейчас у них есть всего два варианта, как развиваться. Первый вариант – это строить газохимические комплексы и развивать те, которые у них есть, комплексы. И второй вариант – это газифицировать села и города России. И первое, и второе требуют огромных денежных вложений». Не так катастрофично дела обстоят у российского рынка СПГ. Если за два года войны объемы экспорта российского трубопроводного газа в ЕС снизились в три раза, то поставки СПГ остались на довоенном уровне. Впрочем, объемы экспорта сжиженного газа не сопоставимы с поставками по трубопроводу. Несмотря на то, что Европа является основным покупателем российского СПГ, его экспорт в прошлом году составил лишь 20 миллиардов кубометров. Это в 10 раз меньше, чем трубопроводные поставки в 2021. К 2030 году Москва хочет нарастить производство СПГ втрое, но этого ей не дадут осуществить западные санкции. За последние полгода США и Евросоюз наложили ряд ограничений на эту отрасль. Они касаются запрета реэкспорта, а также технологического сотрудничества с крупными СПГ-проектами. Вследствие этого крупнейший производитель сжиженного газа в России «Новотек» заморозил свой самый амбициозный проект «Арктик-СПГ-2». По словам экспертов, самые большие проблемы сейчас наблюдаются с высокотехнологическими комплектующими и судами для транспортировки СПГ. Россия не может сами, без внешних подрядчиков, построить завод по сжижению газа. Это невозможно. Плюс они не могут сами построить танкеры-газовозы вообще. Это монополист Samsung Heavy Industries из Южной Кореи, кроме них очень мало кто может делать такие танкеры. Это очень сложные и довольно уникальные суда. И после того, как в ноябре прошлого года США ввела санкция против «Арктик-2», Samsung перестановила отношения с Россией по этому проекту. Трудности с экспортом СПГ в европейские страны Москва хочет заменить поставками в Китай. В феврале 2024-го компания «Новотек» открыла свой офис в Пекине. Издание Natural Gas World, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в апреле компания смогла продать 75 тысяч тонн китайским покупателям. Но, по словам издания, из-за отсутствия альтернатив у россиян, клиенты из КНР соглашаются на подобные сделки только под предлогом огромных скидок, из-за чего российские импортеры получают очень малую прибыль. Япония, а также 18 островных стран и территорий Тихого океана будут сотрудничать в оборонной сфере в вопросах изменения климата и безопасности на море. Соответствующее совместное заявление лидеры государств должны были принять сегодня по итогам трехдневной встречи в Токио, сообщает Associated Press. Это уже десятый форум Тихоокеанских островов, который проходит раз в три года. Как сообщает информагентство, Япония организовывает саммит для сдерживания экономического влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай становятся все ближе к развертыванию оружия в космосе. Об этом предупреждают военные и разведслужбы США. В Вашингтоне отмечают, что это может иметь далеко идущие последствия для способности Америки защитить себя. Как заявил на ежегодном Аспинском форуме по вопросам безопасности директор разведывательного управления Пентагона Джефф Круз, Соединенные Штаты должны быть к этому готовы. Сегодня мы видим их активности в космосе и в Украине. Могу предположить, что и Россия, и Китай рассматривают использование космоса на ранних стадиях, даже до начала конфликта, как важную возможность для сдерживания или принуждения к определенному поведению. И нам всем просто нужно быть готовыми к этому. Международный Олимпийский комитет объявил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на играх в Париже в статусе нейтральных. Как сообщает пресс-служба МОК, отбор прошли 15 атлетов, которые якобы не поддерживают военную политику Путина. Эти спортсмены будут представлены в соревнованиях по велоспорту, гребле на байдарках и каное, прыжках на батуте, а также в плавании и теннисе. Напомню, Международный Олимпийский комитет не допустил к стартам в Париже сборной России и Беларуси, но предложил спортсменам этих стран участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, без указания государства, а также использования флага и гимна. Также отмечу, что Украина на всех уровнях призывала МОК не допускать к играм россиян и белорусов даже в таком формате. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попробовать свои силы в управлении в Пи-Ви дроном и проконсультироваться о работе оператора БПВА перед тем, как подписать контракт с ТРО, решил 29-летний Сергей. Сейчас он работает в IT-компании, но для себя уже подбирает специальность в украинской армии. Я считаю, что лучше выбрать там, где ты хочешь быть и чувствуешь, что ты можешь принести больше пользы. Говорит, тренировался дома, управлять и в Пи-Ви, но на практике в сопровождении теории намного познавательней. Есть сходство, такое же, в принципе, как и на тех же симуляторах дома на компьютере. Но здесь есть еще пульты. Здесь есть еще отдельно очки ВР. Опять же, инструктор здесь более приближенно будет. Павел пришел испытать себя в управлении разными видами БПВА. Говорит, до этого проходил трехнедельный курс управления ФПВ-дроном. Я мой какие-то маленькие доски. У меня был какой-то маленький опыт с ФПВ, и мне хотелось именно на крыле попробовать, потому что это совсем другое управление и другие ощущения. Поэтому я, собственно, и пришел, чтобы какую-то дополнительную информацию почерпнуть и понять для себя, как происходит процесс рекрутинга. На первой консультации по беспилотным системам рекрутингового центра записалось около ста человек. Вот уже часто. Очень часто дома мы можем попробовать свои силы. У нас не получается, виртуально разбился дрон. И, безусловно, эта неудача отталкивает нас от того, чтобы овладеть этой профессией. Поэтому в данном случае это предоставляет нашим кандидатам преимущество в том смысле, что они могут это все скоординировать с помощью инструктора, который предоставляет им все комментарии. С момента открытия рекрутингового центра во Львове к ним обратилось 2000 человек. Каждый второй интересовался именно управлением беспилотных систем. Рекрутинговая группа «Дронфорс», кроме тестирования и практических занятий, дает полную информацию, какие вакансии сейчас актуальны в ИСУ и какие обязанности будет выполнять кандидат, если решит присоединиться к войскам. Это не исключительно операторы БПЛА или дронов. Это могут быть и техники, и мастера, то есть все, что связано с этим направлением. И это не только рядовой или сержантский состав. Это и офицеры также. Вариативность достаточно широкая. Есть из чего выбрать. Мы всегда поможем. Если кандидат на вакансию принимает решение присоединиться к войскам, группа «Дронфорс» обеспечивает полное сопровождение от подачи документов ТЦК, прохождения военно-врачебной комиссии до обучения, отбора, выбранную кандидатом бригаду. Профессиональная подготовка длится от 17 до 45 дней в зависимости от специальности оператора БПЛА. Презентация совместного пилотного проекта Министерства обороны Украины и сухопутных войск в ИСУ продлится во Львове до 19 июля. Далее команда планирует проводить консультации в других городах Украины. Украина по объемам производства дронов, возможно, уже опережает Россию. Об этом заявил командующий силами беспилотных систем Вадим Сухаревский и отметил, что только за последние полгода на фронт отправилось в шесть раз больше дронов, чем за весь прошлый год. Более того, сейчас в Украине разрабатывают новые системы на основе искусственного интеллекта, которые будут управлять огромным флотом беспилотников. Конструкторы рассчитывают, что их разработка поможет преодолевать глушение сигналов со стороны россиян по всей линии фронта, а также позволит объединить в единую сеть сразу несколько десятков дронов и действовать уже целым роем боевой техники. Те технологии, которые сейчас используют на поле боя, требуют, чтобы пилоты и люди контролировали дроны, а когда происходит глушение, это часто невозможно, особенно для группы беспилотников. Действительно сложная задача, но когда БПЛА контролируют не люди и пилоты, а искусственный интеллект, координации и связи между дронами достичь гораздо проще. Актуальные новости читайте в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране, переходите по ссылке, и тогда будете в курсе важных событий в Украине и мире. О чем еще следует знать сегодня, далее расскажет Денис Пахила. Информационный марафон продолжит эфир Freedom. Оставайтесь с нами и до встречи.